всем привет с вами ольга чернова моя городная азбука сегодня 14 января и по многочисленным просьбам в комментариях и в одноклассниках даже на странице повторить рассказать более подробно про подогрев грунта потому что когда я сейчас начала график посева я же упоминаю что вот это самые ранние это в ту теплицу где мы установили подогрев люди людям очень интересно кто-то в году осенью не посмотрел просто из-за того что был занят в огородах кто-то не видел эти видеоролики потому что просто добавились уже позже кто-то зимой кто-то сейчас весной поэтому я сейчас повторю все видеоролики так как я их снимала и начну начну конечно с самого самого начала как я выбирала подогрев грунта сразу скажу что я выбрала два варианта два совершенно разных нынче буду испытывать и вот эти видеоролики осенние когда мы только устанавливали когда вот у меня там на пробу выросла трава как я замеряла температуру как я все это делал как проводила испытания я сейчас один за другим видеоролики все эти вам повторю очень много интересующихся потому что регионы у нас всех холодные вот самый первый видеоролик с чего все начиналось как я решалась на подогрев грунта это тоже мне далось не очень просто потому что ну такая как работа трудоемкая сложноватая немножко в несколько этапов но все равно мы это сделали и вот одну половину мы уже в прошлом году испытали действительно грунт теплый работал вот там вот сидираты в поздние сроки я высевала все смотрите всем привет с вами ольга чернова моя огородная азбука сегодня 1 октября я вот ровно месяц назад примерно в начале сентября заходила сюда в теплицу и показывала что мы сделали короба для того чтобы сделать подогрев грунта в теплице это оказалась такая интересная тема и сейчас я хочу вам рассказать как я выбирала когда его 9 сентября выложила видео прошу помощь зрителей и спросила кто может быть посоветует какой-то вариант я не думала что столько вариантов это такая интересная тема я так загорелась вот этим подогревом грунта сейчас расскажу все по порядку смотрите начали приходить комментарии мне ну советы там разные ссылки вот например я сейчас для того чтобы вы поняли разнообразие вот этих вот методов и видов обогрева сейчас прочитаю катя кантаева написала напомнила мне о методе когда можно топить печь и гоняет воду по трубам это то есть в печку дровами топишь и гоняет независимо от электричества потом ирина огнева посоветовала нагревательные маты лилия вальтер напомнила мне что еще весной писала у прага про обогрев греющим кабелем потом елена кобзе рассказала что у них в копаны трубы и обогрев газовый но газа у нас нет а сразу скажу почему вот эти вот пропечь с дровами я сразу отмела потому что я как вам всегда говорила что я занимаюсь одна топить мне некому и это очень но как проблематично это для меня это сложно я выбирала метод под себя чтобы он был в устройстве не очень сложный и потом в эксплуатации просто так вот газом обогревать но газ до нас еще не дошел метод елены к обзоре мне тоже не подошел мне очень понравилась идея вот как устроена владимир мишенин написал там сложная конструкция но если коротко то полиэтиленовые трубы вкопаны в землю из нержавейки трубы по периметру проложены тут солнце греет насос все это гоняет и тоже как безрасходное без как сказать без применения электричества плата за электроэнергию не будет но это мне тоже конструкция мне вот она по душе но устройство очень сложно я поняла что я не осилю такую конструкцию делать мне некому и короче вот так сказать как выбрать вот этот обогрев вот из всех которые я прочитала нужно же выбирать в первую очередь исходя из своих физических возможностей какие ты сможешь установить а какие-то установить не сможешь и нужно привлечение специалистов но я стараюсь никого никогда не привлекать мы все любим делать сами поэтому я выбрала для себя два варианта сейчас расскажу какие и почему и о каждом из вариантов я потом расскажу очень подробно в группе выложу статью со схемами с чертежами как мы делали что и пошагово чтобы если кто-то захочет повторить он смог без труда это повторить со своими добавками но я сразу скажу что я пока еще не знаю как будет работать этот метод как будет работать этот обогрев они совершенно разные и я для чистоты эксперимента не стала делать одинаковые хочу и этот и этот метод попробовать чтобы на будущий год я вам могла уже точно сказать что вот этот стоит покупать а такое это очень сложно может быть и неэффективно вот короче первый я выбрала так вот первый у нас именно кабель я когда весной показывала что я под угурцы эту теплый пол устанавливаю я показывала что там вот так именно зигзагообразные нас на сеточки греющий мат и вот такой же точно теплый пол который не предназначен вот один для теплиц он для пола для влажных полов дома делать в ванной вот или где один будет вот здесь это вот такой из кабеля двужильный нагревательный кабель потом все покажу написано 20 лет гарантия и этот нам пришлось укладывать самим я вот такие вот фольгу порезала на полосочки вот этот вот целлофан приклеил ну как стеклером сюда прибила потом проволоки накусала вот эти вот шпилечки которые вот этот кабель нужно вот на такие прослойки самим вот так вот так вот так зигзообразно укладывать сразу скажу что я делала по видеоролику который Ольга выложила в группу мою огородная азбука я посмотрела я поняла что мне это по силам и я могу это сделать помогал муж убрали землю расчистили уложили все это я все потом опишу в отдельном видео этот мат греющий он похож на те магазины которые продаются там только там они уже готовы с выключателем и на сетку зафиксированные у меня вот одна женщина ну как одна зрительница спросила почему вы не хотите использовать просите какой обогрев сделать почему не хотите использовать такой же как под огурцы я вам расскажу почему там они идут определенного размера вот под огурцы у меня был он полтора метровый вот такой узенький и стоил две с половиной по моему тысячи что ли он сюда никак не подходит он уже с выводом в электричество там нет таких греющих матов готовых чтобы подошли под мой размер под мои требования и я подумала решила что лучше сделать самим тот размер который мне нужно ту длину которую мне нужно вот 50 метровый вот этот греющий кабель подошел идеально все буду коротко одну сюда это сделали сами муж терморегулятор регулятор купил прицепил туда датчик в копали все второй я решила использовать совсем новинку о которых даже я еще не знала мне тоже зрительница посоветовала и сказала что у нее он сама им пользуется что он очень хороший если честно я таких не видела это просто вот такой вот шнур как лента называется это фабричная она готовая тут уже и терморегулятор тут уже и вывод ну короче все только положил и все тут не надо никакие зигзаги лента укладывается вот так напрямую заводская готовая с екатеринбурга выписывала я посылку пришла мне это еще мы не уложили это уже положили это но это это чем меня подкупила простота ну как установки также сняли слой земли видите как ее просто сейчас вот так протянем есть 6 метровые есть 8 метровые 10 метровые мы сейчас вот так протянем и муж грунт весь назад положит как укладывать и какие там правила эксплуатации я тоже подробно расскажу но я хочу сказать видите какие они разные один нужно копошиться делать что-то там а другой можно просто вот сейчас его положить закрыть землей и включить и поэтому выбирать вот эти вот системы для обогрева грунта для подогрева земли нужно очень тщательно если вы рассмотрите например много-много вариантов вы обязательно найдете для себя подходящий мне вот этот очень понравился я правда не знаю как он будет действовать но вот эта зрительница девушка она мне рассказала что она живет на севере его использует прекрасно все у нее ранние помидорки растут все это вы узнаете на будущий год пока что только вкапываем еще несколько комментариев конце хочу сказать работа понемножку у нас идет но оказалось это не так то просто выбрать подогрев для теплицы я думала что просто но оказалось их столько много такие они разные по своим как сказать ну и по затратности и все интересные приходят тут же комментарии нафига попуга мой из питера пришел комментарий что в марте и так тепло можно все высадить но тут же ответила сибирячка пишет что только сибиряк поймет что значит огурчик или помердорчик когда еще сугробы за окном я вот и хочу пояснить что для чего мы все это делаем кто-то пишет ой они будут золотые но вы понимаете что это использование вот этого подогрева грунта она же кратковременная мы же не будем гонять его весь сезон но может быть несколько раз я его включу муж тоже мне высказал ну если ты включишь это будет дорого я объясняю и мужу и вот это нафига покуп папу гормон кто пишет понимаете у нас такой регион сибирский регион конечно хочется ранее иногда бывает ранее весна обманчивая такая тепло тут и земля вся прогрелась и все и жара можно казалось бы высадить и многие из нас высаживают мы высаживаем а потом в мае или даже в один год был 7 июня кратковременный заморозок как трахнет и все у нас погибает вот даже на такие случаи на случай вот таких форс мажорных таких погодных каких-то неприятностей со стороны погоды конечно я хочу себя подстраховать ну естественно все это делаем чтобы пораньше внуков детей порадовать это ясно что это для маленького количества ты не будешь весь огород обогревать но вот здесь вот что будет расти здесь и что вот здесь я мечтаю на будущий год высадить немного пораньше чтобы получить пораньше и чтобы если я когда уже их высадила бывает иногда и помидоры цветут даже маленькая зависть и раз наступает у нас мороз вот как в том году завалила снегом на неделю все но я и погрею их немножко так хочется чтобы они все выжили чтобы нас потом порадовали самые вкусные помидоры ведь это первые вот у меня потом в августе в сентябре от горы помидор вот завались но вспоминаешь всегда первую помидорку которая вот поспела у меня в теплице я до сих пор и помню как я пришла и обрадовалась что она вот такая все до свидания с вами была ольга чернова тема подогрева грунта в теплице очень интересная если кто-то боится что это дорого или как-то накладно я вот хочу на будущий год заметить насколько увеличивается вот это вот оплата электроэнергии но я не думаю что это такие так с ног сшибательные суммы все я буду вам все подробно рассказывать еще раз повторю так как рассказать и показать это очень сложно мне легче описать я пишу намного лучше чем говорю их лучше все опишу нарисую вам схемы вот эти чертежи все расскажу чтобы человек мог спокойно сесть прочитать и посмотреть во время видео у меня часто бывает как вот этот эмоциональный фон начинаешь рассказывать и что-то забываешь потому что вы знаете что я без сценарий рассказываю без боготовок вот вышла и все что у меня на душе вот тут было про этот про обогрев я все вам выложила конечно что-то упустила конечно лучше бы все это писать сначала сценарий потом все это заучить или куда-то повесить и прочитать но я так не успею все рассказать пока я буду писать сценарии уже это будет не актуально все до свидания меня нужно останавливать я иногда разговорюсь особенно если что-то интересно но тут я заинтересовалась и опять загорелась у меня опять большие планы на будущий год новые мечты и мне кажется что с приходом обогрева грунта у меня все тут будут райские сады еще тогда когда сугробы будут на улице возможно это не так будет возможно я разочаруюсь но вы об этом узнаете первыми и уже подумаете повторять или нет все до свидания